Всем привет! Я думаю, каждый из вас слышал о технологии подсветки Ambilight или технологии окружающего освещения. Если кто-то забыл, то напомню, эта технология была изначально изобретена компанией Philips для своих телевизоров. Смысл его заключается в том, что за телевизором пространство освещается тем светом, который сейчас находится на экране, а именно в этом месте. По сути, как бы расширяет пространство телевизора и погружает нас в эту картину. Но что же делать, если наш монитор или телевизор не поддерживают эту технологию? Правильно! Смотреть канал Китай в Умном доме, где я хочу подробно рассказать про эту умную подсветку, ведь подключить ее можно не только к телевизору, но и к монитору вашего персонального компьютера или ноутбука. Давайте смотреть на ее возможности. Поставляется в небольшой картонной коробке с красивой картинкой LED ленты в верхней части. На правом боку мы находим QR-код для скачивания инструкции по применению. Внутри коробки чего только не найдете, давайте разбираться во всем последовательно. И начать я предлагаю с инструкцией, так как без нее в этом случае действительно сложно. В инструкции отображена схема подключения, настройки программы для Windows, Linux и Android, а также есть ответы на популярные вопросы. В отдельном кульке находятся 2 пластиковые клипсы держателя кабеля, кусочки двухстороннего скотча и 4 силиконовые антискользящие ножки. Далее в отдельном кульке находится блок питания, на выходе он у нас выдает 5 В и аж 8 А. Кабель для подключения блока питания к сети 220 В находится тут же рядом. Тут же мы находим пластиковую стяжку на двухстороннем скотче. И немного странно, но пусть будет, я заказал 4х метровую ленту, но в комплект мне положили дополнительный разветвитель питания и коннектор для подключения красной LED ленты, которой у меня естественно нет. Для подключения блока ленты к умному телевизору или компьютеру в комплекте находится полутора метровый кабель USB Type-B. И мозгами всей нашей затеи служит небольшая и очень легкая коробочка с надписью Lightbox DreamColor. На верхней части расположился разъем подключения USB к телевизору или ПК, а рядом с надписью Date подключение логики работы от LED ленты. В нижней части блока как раз места для поклейки силиконовых ножек также можно повесить на шурупы, соответственно пазы в блоке имеются. Размеры блока составляют 61х76х25мм. Лента намотана на пластиковую бобину, там же закреплены порты для подключения питания и данных логики работы. У продавца есть несколько вариантов комплектации длины этой ленты. Для мониторов до 22 дюймов 1м, 22-32 дюйма 2м, 32-43-3м, от 43-х до 60-ти 4м. И все что выше 60 дюймов уже 5-метровая лента. У меня 55 дюймовый телевизор, поэтому лента у меня 4-метровая. Для крепления ленты к корпусу телевизора или мониторов на нижнюю ее часть уже наклеили двухсторонний скотч. Но, судя по отзывам, он не очень качественно держит, поэтому я буду использовать силиконовый скотч. Можно заказать 60 или 30 светодиодов на 1 метр. Я решил заказать 60, чтобы добиться равномерного качественного свечения. Лента покрыта тонким слоем лака и при необходимости можно отрезать ненужную часть ленты. Для этого после каждого светодиодика находится специальное место. Если все подключить правильно, то лент лента моргнет разноцветными цветами, а на блоке управления появится еле заметный красный огонек. Давайте протестируем ее работу с монитором, подключенным к ноутбуку или компьютеру. Подключаем кабель данных к USB порту нашего ПК. В Windows 10 11 появилось неизвестное устройство USB Serial. Значит, необходимо открыть инструкцию и найти, где скачать драйвера. Для вас, дорогие друзья, я это уже все сделал и сохранил архив, ссылку на которую вы найдете в описании под видео. Но я перехожу на сайт VCHCN Downloads, где мне надо скачать драйвер CH340. Загрузка драйвера завершается успешно, в файл весит 382 кб. Но я, за всякий случай, проверю его антивирусом VirusTotal. Как и ожидалось, все ок. Можно устанавливать драйвера. Для этого клацаем правой кропкой мышки и запускаем установку от имени администратора. Это важно, так как при другом варианте драйвера могут не установиться. Выскакивает архаичное окно с выбором установить, удалить или помощь. Версия драйверов 3.5.2019.1. Ждем инсталл и ждем завершения процесса. Буквально через 5 секунд выскакивает окошечко, что все ок. Драйвера установлены. Как видим, в диспетчере задач неизвестного оборудования уже нет. Перейдя в порты, мы видим, что у нас появилось новое подключение USB Serial CH340 на третьем компорту. С сайта Ambibox скачиваем программу для работы с нашей подсветкой. На сайте все на русском языке. Можно почитать при возможности и при необходимости связаться с создателем его. В разделе скачивания доступны не только версии для ПК, а также скрипты для Андроид, комбайна XBMC или Коди. Версия для ПК на момент съемки 2.1.7. Архив с программой весит 9.2 Мб. Разархивируем и проверим ПО на вирусы. Все чисто, можно устанавливать приложение, но при остановке соблюдайте инструкцию, иначе будет печаль и грусть. Язык выбираем по своему усмотрению. Я выберу русский. Принимаем условия лицензионного соглашения. Смотрим изменения в ПО. И тут нижнюю галочку Pay Club. И жмем ДАЛЕ. Выбираем путь установки. Я ставлю по умолчанию в меню впуск. Ставлю галочку СОЗДАТЬ ЗНАЧОК. На рабочем штале и жму ДАЛЕ. УСТАНОВИТЬ. И вот теперь важно выбрать именно наше устройство. А выбрать надо ADALITE. Снимаем галочку напротив посетить сайт. И запускаем Ambibox. В панели задач у нас появилось два ярлычка. Один с иконкой приложения. А второй информационный. Подключена или нет наша умная подсветка. Но чтобы она сразу заработала надо несколько настроек сделать. Первое что надо сделать перейти в настройки и нажать БОЛЬШЕ НАСТРОЕК. Далее в настройках выбираем программный захват экрана. Потом в режиме методов захвата изображения выбиваем GDAFS AIR. А вот теперь убеждаемся что у нас устройство ADALITE. И выбранный COM порт соответствует тому что мы проверяли в настройках устройства. И теперь придется посчитать сколько у нас светодиодов разместилось на задней части монитора. Это нужно для более точного позиционирования света. Если брать от расчета 60 светодиодов на 1 метр. То как раз на 5 метров будет 300 светодиодов. А вот сколько у вас тут уже индивидуально под размер монитора. Теперь активируем меню показать зоны захвата. Где переходим в мастер настройки зон захвата. Тут уже все просто. В верхнем поле сколько светодиодов по горизонтали выставляем сколько у нас их. Просто посчитаем. Но если посчитать на 1 метр 60 светодиодов то для мониторов 23 дюйма это примерно 33 светодиода. По горизонтали и где-то 21 по вертикали. И теперь немного увеличим горизонтальные и вертикальные рамки захвата изображения. Я поставил плюс 3. Это нужно чтобы не только панель пуск и верхняя панель браузера с определенной высотой попадали в подсветку. А все что ниже тоже захватывалось и обрабатывалось процессором и выводилось на задний фон. Настройка тут тоже более индивидуальная. Не забываем включить подсветку и сохранить настройки. Запускаю тестовое видео. Хотя я не совсем верно отсчитал количество. Но так как лента пойдет на телевизор, а не на монитор. Все равно можно убедиться что работает отлично. Я бы сказал за свои деньги это топ. Очень красивая подсветка почти без торможения. И скажу откровенно мне очень право. Пусть у него монитор не 27 и не 32 дюйма, а скромный 23. Но все равно очень красивая. Главное создает эффект такого себе ночника для работы без освещения. А если смотреть кино или играть в игры, так вообще как дополнительный эффект присутствия. По сути программа захватывает периметр монитора и передает цветовую гамму на нашу RGB ленту. А дальше же дело техники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Но моя цель это Ambilight подсветка моего телевизора Xiaomi 55 дюймов. На клейкую ленту от производителя я надеяться не стал. И купил 5 метров двухстороннего хорошего скотча шириной 9,5 мм. Наклеивать ленту мы будем по часовой стрелке. С нижнего левого угла телевизора и смотреть на него сзади. Для углов можно купить переходники, так как сгибать ленту на 60 светодиодов довольно сложно. Ну, либо пользоваться паяльником. Вот так вот у меня получилось. На боковину у меня получилось по 40 светодиодов. А на верхнюю и нижнюю часть получается 72 и 74 соответственно. А остался небольшой кусочек LED лента, его просто отрезаем. Теперь также на двухсторонний скотч монтируем наш умный блок и вешаем телевизор на место. Для работы с Android необходимо или скачать бесплатное ПО под названием Hooperian Android Grabber, или купить за символическую сумму через Play Market Android Ambilight. Прочтя отзывы я остановился на этом программном обеспечении. Устанавливаем его и открываем для первичной настройки. Программа может как сделать подсветку одним цветом, так и разными. Но нас интересует последний режим Screen Capture Mode, а именно режим захвата изображения. Программа вполне конкретно работает, с пультом и настройками проблем не должно возникнуть. Переход в настройки выбрав шестеренку в нижней части программы. Тут нам надо выбрать количество светодиодов по горизонтали и количество светодиодов по вертикали. Далее выбираем с какого угла у нас начинается старт нашей LED ленты. В моем случае правый нижний угол. В настройках захвата я выставил по горизонтали 6, по вертикали 5. Но тут каждый сможет настроить под себя. Также я установил, что старт программы вместе с телевизора и при выключении телевизора тоже выключится. Если же перейти в режим многоцветности, то можно подстроить световую температуру, яркость и контрастность свечения. Либо выбрать любой из режимов работы. Давайте протестируем все это дело. Как видим даже в меню телевизора у нас уже появилась подсветка заднего фона. Но предупрежду заранее. Работать будет не со всем контентом. Допустим на родном официальном ютубе может не сработать. Но я использую смарт ютуб для телевизора. И как мы видим все здесь отлично. Если взять программу Megago, то в новостях все отлично подсвечивается. А вот если выбрать уже смотреть фильм непосредственно из этой программы, то подсветки не будет. Давайте посмотрим ролик, который я сделал специально для этого видео. Как видим все достаточно красиво и главное точно подсвечивается. Цвета быстро изменяются и ничего не тормозит. Интересно, что темное естественно оно не подсвечивает. И теперь смотреть ужастик стало еще веселее. Это одна из самых крутых вещей после умных гирлянд, которые я в принципе откровенно видел. Вроде все просто, но настолько оживляет кино и ТВ в целом. Единственное минус в том, что нижняя часть телевизора более толстая. И поэтому там рассеивание получилось не такое, как сверху или по бокам. Я думаю наклеить какой-то алюминиевый профиль под углом 45 градусов. И уже перенесу ленту на нее. А так могу смело рекомендовать к покупке. Смотря на то, что продавец сказал, что для Xiaomi этот комплект не подходит, но как вы сами убедились все отлично работает. В отзывах также пишут, что для ПК есть лучшее программное обеспечение, чем то, которое я показал. Возможно это и так, но моя цель была именно телевизор. Но для монитора я тоже уже заказал, так как подсветка на меня реально произвела свой вау эффект. Мелочь, а красиво. Вам спасибо за просмотр видео, я надеюсь оно было для вас полезным. Все ссылки находятся в описании под видео. Если понравилось, очень прошу ставить лайк. Чтобы не пропустить новые интересные видео, подписывайтесь на канал по тематике умного и не очень дома. А также не забывайте про группы и в социальных сетях и телеграм-каналах, где вы найдете не только подобные интересные новинки, но также скидки, акции и прочие купоны для экономии ваших средств. Всем всего хорошего, пока-пока.